Всем привет, это Леонид Волков. Я рад вас снова приветствовать на моем YouTube-канале. Рад, что у нас получается с вами регулярно встречаться. Устраивайтесь поудобнее, хотя сегодня мы поговорим на не очень приятную тему. На тему, которая навязла у всех на зубах уже, на тему, которая нисходит с передовиц российских медиа, на тему Евгения Пригожина, который ведет себя со все нарастающей дерзостью, которую очень сложно объяснить. Мы попробуем разобраться и объяснить, почему Евгений Пригожин так много себе позволяет в последнее время, и почему с ним за это ничего плохого не делают. Когда мы встречаемся с западными политиками или журналистами, то один из вопросов, который задают чаще других в последнее время, это вопрос о Пригожине. Эту фамилию выучили на Западе уже, кажется, все, и все спрашивают, а что, может быть, Пригожин будет следующим президентом? Ведь он так много себе позволяет, ведь у него есть своя армия, ведь он так ярко высказывается, и, судя по всему, пользуется полным доверием Путина. Что будет, спрашивают нас на Западе, если Пригожин придет Путину на смену? Ну, во-первых, не придет, не надо за это беспокоиться. Мы с вами много раз разбирались, как будет устроена борьба за власть после того, как Путина не станет, и Пригожину в этой борьбе отведена роль весьма незавидная. Пригожин, разве что, может быть, войдет младшим партнером в качестве такого солдата к кому-то из тех политических тяжеловесов, которые будут пытаться занять путинское кресло. Дело в том, что у Евгения Пригожина нет никакого официального статуса, а официальный статус имеет очень большую роль. Он не член Совета Безопасности, не депутат, не губернатор. Он всего лишь бизнесмен, а бизнесмен в России, это знаете ли, сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Сегодня ты получаешь выгодные контракты от Минобороны, от того же самого Шойгу, которого ты посылаешь матом теперь уже каждый день, а завтра не получаешь. И нет больше твоего бизнеса, и не на что тебе содержать твою частную армию. Да и армии этой, в общем-то, тоже, кажется, уже нет. Когда Пригожин демонстрирует бесконечные вереницы трупов бойцов ЧВК Вагнер, и когда Пригожин открывает новые и новые вагнеровские кладбища в разных городах России, он действительно, видимо, не кривит душой, он действительно переживает из-за того, что его личная армия стремительно сокращается, а это ослабляет его потенциальное политическое влияние. Так в чем же уникальная роль Евгения Пригожина в современной российской политической системе? Почему у этого бандита, откровенного бандита, урки настоящего, получилось вдруг стать самым обсуждаемым в мире политическим деятелем современной России? Почему мы сейчас записываем про него этот видеоролик? Почему его комментарии, сообщения и короткие видеозаписи становятся важнейшей темой для самых разных российских медиа, в том числе независимых? И что его ждет в ближайшее время? Вот давайте с этим разберемся, устроитесь поудобнее, поставьте лайк и продолжим наш разговор. На самом деле, мое глубокое убеждение заключается в том, что Евгением Пригожиным Путин и Шойгу попользовались. Вспомним осень 2021 года. Российская армия начинает терпеть одно поражение за другим, украинская армия успешно деоккупирует территории, а количество войск, которые у России есть для продолжения путинской войны, постоянно снижается. Первоначальная группа вторжения, которую Путин полагал достаточной для захвата Киева, поредела, а новых солдат взять неоткуда. В этой ситуации Путин решается на крайне непопулярный шаг, на так называемую частичную мобилизацию, которая, как мы с вами помним, вовсе не закончилась, которая продолжается и в рамках которой десятки и сотни тысяч российских мужчин отправляются на убой в бессмысленную мясорубку преступной войны. Но солдаты, которых мобилизовали в конце сентября 2022 года, простые мужики, которые оторвали от их тракторов или станков, много они навоюют. Конечно, у них записана какая-то номинальная военно-учетная специальность в военном билете, но вряд ли они в последнее время были на сборах и понимают, как обращаться с оружием. Отправлять их на передовую немедленно, ну, означало бы просто впустую их потратить, а на передовую кого-то отправлять было надо, фронт трещал по всем швам. В этой ситуации Путину на помощь как раз и пришел Евгений Пригожин, который уже несколько месяцев до того ездил, очевидно, с разрешения Путина по российским колониям, по российским зонам и вербовал бойцов в свою военную преступную группировку. Пригожин выиграл для российского военного командования время. Подавляющее большинство из тех, кто были мобилизованы в сентябре-октябре, не отправились на передовую немедленно. Кто-то отправился, но это скорее исключение, чем правило. Большинство мобилизованных были размещены в тренировочных военных лагерях в Беларуси или в Белгородске, в Курской областях. И там как-то осваивали или вспоминали военные специальности. А в это время Пригожин, отправляя орды мобилизованных зеков на штурм Солидара и Бахмута, теряя их там волна за волной, выигрывал время. И этим оказывал Путину и Шойгу, и Герасимову неоценимую услугу. Помните, в середине-конце февраля этого уже года в соцсетях каждый день стали появляться видеообращения мобилизованных или их родственников. Мы, военнослужащие такого-то полка, родом сами все из Новосибирска, нас тут привезли, выгрузили на передовую, дали штыковую лопату, мы попали под обстрел. Что делать, не говорят. Командиры все сами смотались в тыл, в Луганск, мы не понимаем, что происходит. Дяденька Путин, спаси нас отсюда. Вот эти вот хоум-видео, выглядящие жалко, смешно и в то же время ужасно печально, потому что вот эти люди, которые умирают непонятно зачем и непонятно за что, и вот мы их видим, они сегодня живые, а завтра, возможно, после записи этого видео их уже не будет. Вот эти видео не появлялись до того, ну или появлялись очень редко. А с февраля-марта каждый день и не по разу. Это как раз и является свидетельством того, что примерно с февраля-марта мобилизованные, которые до сих пор в основном находились в учебках, стали массово-массово вывозиться на фронт. То есть Пригожин, воюя вагнеровцами и зэками, примерно выиграл 4-5 месяцев с октября по февраль-март, которые Минобороны могло потратить на обучение мобилизованных. И для Путина это, безусловно, спасло ситуацию. Фронт не рассыпался полностью осенью 2022 года. Вагнеровским давлением, наступлением на солидары Бахмут были скованы существенные силы украинских вооруженных сил, и это не позволяло украинцам готовиться к контрнаступлению. И кроме того, когда это контрнаступление уже готово было начаться, здесь уже на фронт подоспели свежие силы, свежее пушечное мясо, вот те самые осенние мобилизованные. Так что означает весь нынешний Пригожинский вой на болотах, когда он бесстрашно публикует самые раздузданные гомоэротические фантазии в отношении высшего российского руководства, костеря и в хвост, и в гриву, и Герасимова, и Шойгу, и замахиваясь даже на святое, на начальника, на дедушку? Я думаю, что здесь есть смесь двух эмоций. Глубокого разочарования и отчаяния человека, которому некуда деваться. Пригожин оказал российскому политическому руководству огромную услугу и ничего не получил взамен. Ни титула, ни должности, никакого формального статуса, хотя он много раз намекал на то, что формальным статусом было бы неплохо обзавестись. А армию свою личную он на этой всей истории угробил. Нет больше, судя по всему, никакой ЧВК Вагнер. В пике она достигала, видимо, где-то 50 тысяч бойцов, но сейчас их в разы меньше. Нет армии, нет и влияния, нет и возможности оказывать воздействие на политические процессы. Пригожин это прекрасно понимает и бесится от того, что эти самые Шойгу и Герасимов, которым он, по сути дела, помог, которым он, в общем-то, прикрыл их задницу и спас их от политической и военной катастрофы осенью 22-го года, оказываются настолько неблагодарными. Теперь им никакая ЧВК Вагнера не нужна. Теперь им надо приписать себе какие-то победы, успехи и достижения. Теперь они не упоминают ЧВК Вагнера в своих сводках. Говорят, лишь отряды добровольцев заняли еще какой-то там квартал, обязательно упоминая при поддержке Вооруженных сил России, ВДВ и других частей. В пресс-релизах Минобороны никакой ЧВК Вагнера не существует, никакого Пригожина не существует вовсе. Он понимает, тут дело не только в личной какой-то обиде, не только в том, что ему не воздают по заслугам, но и в том, что это значит. Тебя нет в медиа, тебя нет в массовом сознании тех россиян, которые смотрят телевизионную пропаганду, значит, тебя и вовсе нет. В любой момент тебя можно обнулить, списать, объявить изменником, украинским шпионом, ну или просто убить. Никто и не узнает про это. Это Евгений Пригожин понимает очень хорошо. Путин, Шаригу и Герасимов кинули его. Путин, Шаригу и Герасимов попользовались им. И Пригожин осознает, если он просто примет это как должное, замолчит и будет вести себя тихо, то его ценность будет абсолютно нулевой и в какой-то удобный момент его просто спишут. Его не станет. Ну скажут, подорвался герой России на украинское имение. Ах, какая жалость. Поэтому нынешняя риторика Евгения Пригожина кажется мне, с одной стороны, абсолютно отчаянной. Он позволяет себе вещи совершенно непозволительные. И в Кремле явно эта риторика не встречает одобрения. А с другой стороны, в значительной степени, это такая штука рациональная. Он пытается через обострение, через публичный конфликт, привлечь к себе внимание и набить себе цену. В своих видео, в своих матерных филиппиках, в своих речах, в своих ответах для СМИ Пригожин, по сути дела, говорит одно и то же. Владимир Владимирович, я для вас все, а вы мне ничего. Да ваши Шойгу и Герасимов в бездельнике и лодере попользовались мной. Дайте мне новое задание. Дайте мне новый участок фронта. Дайте мне новых людей. Заключенные-то кончились. И новых взять неоткуда. А вы мне дайте новых. И я вам еще пригожусь. Я вам ух еще покажу. Обостряя и нагнетая, Пригожин ставит Путина в неудобное положение. Путин не любит, когда на него давят, когда его шантажируют, когда его загоняют в угол. Но, с другой стороны, Путин очень не любит и публичных конфликтов. И ставка Пригожина, безусловно, рассчитана на то, что в какой-то момент Путин скажет пусть помолчит, а? Проблем-то уже хватает. Дайте ему, что он хочет. Пусть там дальше воюет. Только пусть перестанет ныть. Пусть помолчит. Пригожина рассчитывает, что ему дадут снаряды, дадут людей, дадут набрать каких-то новых людей. Или под его командование отдадут какие-то части. Ну и он будет воевать дальше, а там уже как сложится. Может какие-то возможности и представятся. Это очень рискованная стратегия. Вероятность таким образом реально нарваться на пулю, нарваться на серьезный отпор со стороны того же Минобороны, который, безусловно, не может не раздражать то, что Пригожин приходит все границы, очень высока. Но все-таки не 100%. А если молчать, то вероятность сгинуть равна ровно 100%. И Пригожин, именно как опытный урка, как заколенелый бандит, который хорошо понимает именно эту бандитскую логику, это он прекрасно осознает. Так что, я полагаю, Пригожин повышает ставки намеренно. Вся его истерика, вся его медиа активность, все его матерные речи хорошо продуманы и просчитаны. Адресат у них один, его зовут Владимир Путин, и расчет у него на то, что Путин ему что-то даст и каким-то образом все-таки благодарность выскажет. Ну, а прогноз для Евгения Пригожина неблагоприятный. Я, честно говоря, думаю, что Путин его уже списал, его уже кинул и решил, что Пригожин больше не нужен. Ну да, тот поддержал для него фронт 4-5 месяцев, тот залил кровью зэков окопы под Бахмутом и Солидаром. Спасибо, гуляй, больше нам от тебя ничего не нужно. Так что, мой прогноз остается прежним. Я уже как-то его высказывал в рамках лучшей передачи о политике. Повторю, Пригожину осталось буквально несколько месяцев, потом с ним произойдет какой-нибудь несчастный случай. Но сейчас, когда мы смотрим всю эту истерику, не надо ее переоценивать, не надо переоценивать Пригожинского влияния, не надо делать из него какого-то потенциального преемника или политического субъекта. Он политическим субъектом не является, никаким преемником он тоже не является, а вся его публичная истерика, безусловно, продиктована отчаянием и очень плохим положением, в котором Пригожин сейчас оказался. Так что, дорогие друзья, тут бояться вовсе ничего не надо, а смотреть за тем, как вот эти вот жабы с гадюками друг друга грызут и уничтожают, в общем-то, даже в каком-то смысле и приятно. Только не надо ни на секунду забывать про то, что все эти люди, и Пригожин, и Шойгус Герасимов, и Путин, безусловно, военные преступники, вместо которых не в публичной политике, а в тюрьме. Сначала на скамье подсудимых, а потом в тюрьме. И я верю, друзья, что мы-то с вами этого дождемся, а вот они, конечно, доживут не все. В рамках вот этих конфликтов многие не доживут до суда, но жалеть мы об этом слишком сильно не будем. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, обязательно поделитесь им, и, конечно, обязательно подпишитесь на мой канал в ожидании новых выпусков, которые не замедлят себя ждать. С вами был Леонид Волков. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok